Урок восемнадцатый. Вопросы и описания. И, наконец, давайте поговорим о том, как задавать вопросы и отвечать на них, описывая свойства. Где? Где выход? Что? What? Какой у вас адрес электронной почты? What is your email address? Кто? Who? Кто это? Who is that? Когда? When? Когда прибывает этот рейс? When does the flight arrive? Как? How? Как мне позвонить в Россию? How do I dial Russia? Сколько? How much? Сколько это стоит? How much does this cost? Давайте закончим программу словами, с помощью которых можно описывать предметы. Большой – маленький. Big – small. Хороший – плохой. Good – bad. Красивый – уродливый. Beautiful – ugly. Холодный – горячий. Hot – cold. Высокий – низкий. Tall – short. Толстый – худой. Fat – thin. Старый – новый. Old – new. Старый – молодой. Old – young. Счастливый – печальный. Happy – sad. Быстрый – медленный. Fast – slow. Рядом – далеко. Near – far. Красный. Red. Голубой. Blue. Жёлтый. Yellow. Зелёный. Green. Оранжевый. Orange. Пурпурный. Purple. Чёрный. Black. Белый. White. Коричневый. Brown. Brown. Вот ещё некоторые выражения, которые помогут заполнять паузы в разговоре. Это здорово. That's great. Это ужасно. That's terrible. Хорошо. Хорошо. Okay. Я не знаю. I don't know. Это важно. It's important. Будь осторожен. Be careful. Развлекайся. Have fun. Удачи. Good luck. На этом мы заканчиваем курс английского языка. Если даже вы просто запомнили фразы и выражения из курса, то уже не потеряйтесь среди носителей языка. Конечно, если вы решите продолжить своё обучение, то мы сможем предложить курсы для продолжающих или курсы по другим языкам. А сейчас мы хотим пожелать вам удачи в использовании тех знаний английского, которые вы получили в рамках данного курса. Goodbye.